Друзья, мы находимся в одной из красивейших зон отдыха города Кунаев. Это Marina Club, все его, наверное, знают, многие посещали. Сегодня мы попробуем, попытаемся выяснить подробности нашумевшего дела о рейдерстве. Как выяснилось, чтобы завладеть прибыльным бизнесом, рейдерам даже пришлось разыграть целую серию спектаклей. Об этом и многом другом в подробном нашем материале и нашем выпуске. Как вообще обстоят дела? Я знаю, что на протяжении достаточно долгого времени вы своей командой пытаетесь вернуть свое, вернуть награбленное. Когда это свое время и ваш бизнес, скажем, подвергся рейдерскому захвату. Поэтому хотелось бы сейчас и глава государства, я напомню, Касым Роман Тукаев поручил защищать бизнес, отечественный бизнес, защищать наших предпринимателей. Поэтому те уполномоченные органы, которым поручил глава государства, я прошу тщательно послушать наше интервью, потому что мы сегодня поговорим о том, что происходит вокруг Марина Клаб и какие результаты на сегодняшний день, главные результаты. Следственные органы наши проводят прокуратура, агентство по финансовому мониторингу. Я знаю, что они активно занимаются вопросами возврата бизнеса, который был в свое время рейдерским путем захвачен. Лен, ну теперь слово вам. Ну, на данный момент у нас ничего не изменилось. Рейдеры так и нас и преследуют. Ничего не поменялось на данный момент. Еще стало хуже. Так как мы были признаны потерпевшими в этом деле по рейдерскому захвату. Так как люди забрали нашу долю угрозами, насилием, вымогательством. И на данный момент происходит такая ситуация, что мама Ямашева Ирлана, его брат Ямашев Тимирлан подают на нас во все возможные суды города Кунаев, ведется сейчас судебное разбирательство в суде города Кунаев. Также ведется уголовное дело по нашему якобы самоуправству. Якобы свой бизнес самоуправству. Да, в ДВД города тоже Кунаев так же. Вот, что мы самоуправству захватили так же, как они говорят, рейдерским захватом. Мы вдвоем со своим мужем захватили их долю и управляем ей. Но почему-то мы не наблюдаем ни Ямашева и Ирлана, который, как он говорил, что собственник. Хотя это неправда. Захватывали нашу долю и Ямашев Ирлан, и Шалин Руслан, и Кудряшова Оксана также тут была. Вот. В прошлом году они без нашего участия запустили работу на Марина Клаб. В прошлом, так же, как и в прозапрошлом году, выгнав нас отсюда, не давая нам ни копейки денег отсюда. Хотя мы с мужем заняли очень большие деньги для нас. Оплачивали кредиты, оплачивали проценты, занимая у всех, у кого только возможно, эти деньги, чтобы нам как-то выжить со своими детьми. И, как еще раз я повторяюсь, у нас семь детей с мужем вдвоем. Так же у нас на попечении родителей, что Андрея, что моя мама. И нам приходилось выживать в этой ситуации. После чего эти люди просто выводили отсюда деньги. Когда мы сюда приехали 12 августа, здесь просто стоял на входе человек ихний с мешком, который собирал наличные деньги. Также на ресторане работали непонятные люди. Никаких документов на управление, на что-то у них абсолютно ничего не было. После чего мы попросили людей, чтобы хоть как-то сохранить. Здесь наше имущество тоже находится. Мы заплатили 3 миллиона тенге. Маханько Антон тут был такой управляющий. Но на управление у него не было никаких документов. Он беспрепятственно покинул базу отдыха. После чего через неделю, через две началась сюда ездить мама и Маша Вайерлана. Выгонять наших сотрудников, говорить, что мы не имеем права на это ничего, что это все ее имущество. Хотя мы никого, когда пришли, не выгоняли. Все люди, которые здесь работали, кто захотел остаться, все остались. И так же здесь работают. Лена, я просто хочу, чтобы люди немножко понимали, вообще каким образом эти люди пришли в этот бизнес? С чего ради? Они запугали или что? Что было сначала? Изначально у собственника базы отдыха Марина Клаб мы на этой территории приобрели жилые квартиры, две с мужем. Нам понравилась эта база отдыха. Мы с удовольствием здесь отдыхали с детьми. Познакомившись с собственником этого бизнеса, мы очень аккуратно начали просить его продать и нам. Сначала в шуточной форме, что нам это очень по душе, мы бы занимались, мы бы восстанавливали, мы бы это все делали. На что мы где-то через месяц-два получили ответ. Была говорена сумма, что нам готовы продать этот бизнес. Но в силу тех обстоятельств начался коронавирус. И все банки были закрыты. Какие-то действия с деньгами невозможно было на тот момент производить. И мы затянулись почти на целый год, чтобы собрать эту сумму денег. Мы не такие богатые люди, мы простые люди с мужем. Заложили свое имущество, ранее заработанное, какие-то сбережения. Цена сделки? Цена сделки 2 миллиона долларов была. После чего у нас был земельный участок на берегу. Мы его выставили на продажу с мужем. И у нас были клиенты на этот участок. И мы получили задаток уже практически. И в это время появляется, откуда ни возьмись, хорошенький старичок, такой добряк, Йохан Новаковский. Когда он нам представился, он был дядя Ваня. У нас есть коттедж на берегу, на Рауане. Мы его отремонтировали, хотели сдавать какой-то, тоже получать доход. После чего нам позвонил утром человек и сказал, что этот дом хотят снять. Мы сказали, у нас там гости, мы не можем его вам сдать. Они сказали, что... Они уже с гостями даже с нашими договорились, и они хотят туда заехать. Приехав туда, мы увидели, что у нас отдыхали хирурги, ассоциация хирургов, ассоциация хирургов. И они бросили даже казан, пол барана, мясо, и уехали оттуда. Как их оттуда выпроводили, мы не знаем, мы их даже не увидели. Приехав туда, там находились люди. Один из людей представился, что я дядя Ваня. И группа ребят с ними была. На что они сказали, вы пока здесь убирайтесь, мы сняли яхту на Марина Клап и уезжаем отдыхать. И к вечеру хотим, если у вас есть возможность, приготовить нам ужин. Но так как у нас не было забронировано с мужем, никакого ресторана не закреплено, ничего, мы готовили сами, своими руками. Нам это не зазорно, мы всегда делаем все, что возможно для бизнеса. После чего, я чуть-чуть, вкратце чтобы было, на следующее утро, они покушали, приехали, на следующее утро дядя Ваня, когда мы приехали готовить завтрак, накрывать стол, он вышел, с нами очень добродушно беседовал, спрашивал наши планы, мы такие хорошие люди. Андрей отошел разговаривать по поводу земельного участка, который мы продаем, договаривался о задатке, завтра поехать взять задаток, например. На что дядя Ваня сказал, я хочу, я приехал сюда вообще с Германии, я миллионер, я хочу купить себе земельный участок, если мне твой участок понравится, я тебе дам большую сумму, Андрей. Мы посоветовались с мужем, нам как бы нужны были эти деньги, Андрей тут же поехал практически, показал этот участок, они съездили, посмотрели. Дядя Ваня сказал, все, оговорено, я тебе даю 600 тысяч долларов. Нам давали бывшие покупатели 450, на 150 тысяч он нам дал больше, у нас была в этом заинтересовость, мы этот участок решили продать дядя Ваня. Но мы опасались еще до вечера, но вечером нам привезли 8 миллионов тенге задаток. Взяв задаток, мы уже были в уверенности, что мы можем спокойно сейчас первый взнос за Марина Клаб сделать и спокойно там можно или какой-то кредит взять или еще что-то и остальную сумму дополнить. После чего дядя Ваня начал настоятельно интересоваться, зачем мы продаем, у вас такой прекрасный участок, зачем вы его продаете, вы можете получить большие деньги. Что Андрей был вынужден сказать, что мы покупаем бизнес. После чего дядя Ваня начал выспрашивать, что за бизнес, он говорит, ну вот помните, вы на яхте катались, это вот есть Марина Клаб. Он осторожно начал говорить, ой, я бы вот тоже такой бизнес купил. Андрей, ну мы не знали в какую кабалу мы на тот момент влазим или мы влезли в нее. Андрей сказал, что у нас второй доли пока нет и мы планируем ее в течение года закрыть этот долг перед хозяином. Он сказал, я могу вам дать деньги. Андрей, у тебя есть лицевой счет, я тебе сейчас прям 2 миллиона перекину, дядя Ваня сказал. Андрей говорит, ну счет открыть можно, ну давайте. Он говорит, я хочу с вами работать 50 на 50. Я вижу, как и вы аккуратные, что вы сами готовите, что вы ничего не боитесь, не ленитесь. И прям душечка был, вот такой старичок. Мы были, конечно, в эйфории, думали, Господь Бог нам послал такое упоение, что мы вот столько боролись. И все-таки получается, что с таким хорошим человеком повстречались, и он хочет нам помочь. Но все это развеялось буквально за считанные дни. Сделка была назначена на 12 июля. Собственником. Собственником, да. А вот этот дядя Ваня, он все-таки, он вложил деньги? Он вложил деньги. Ну вот подождите, это вот сам факт истории. Что мы с ним должны были приобрести эту зону 50 на 50 процентов. И что он у нас покупает участок. Мы отказали нашим покупателям, которые готовы были нам выложить эти деньги. У нас бы хватило, в принципе, рассчитаться за половину доли, и половину доли потом также выкупить в течение года. После этого нас перед сделкой вызвали 12 числа к себе в гостиницу, дядя Ваня вызвал. И сказал, что, ребята, извините, я не имею гражданства казахстанского. Я гражданин другой страны, и у меня нет вид на жительство, нет ин, и я не могу на себя оформить 50 процентов доли. Ну, у меня есть вот мой представитель, это Ямашев Ерлан, нам его тогда представили, и что 50 процентов доли будет оформлена на него. После чего мы, ну, как бы, у нас не возникло тогда никаких сильно подозрений, и мы поехали в нотариус. Нотариус был с Копчегая, до этого были, готовились документы уже, были подготовлены, напечатаны выездной нотариус с Копчегая. Когда мы приехали, сделка была в районе Зеленого базара, Сбербанк есть. Туда представитель продавца приехал, у которого были доверенности, и сняли там ячейку, что мы привезем сейчас деньги, она сразу положит их в ячейку, и, ну, как бы, сделка была, будет заключена. После чего, почему происходило в банке, после чего, когда мы приехали туда, туда подъехали, уже потом нам было известно, Шалин Руслан и Машев Ерлан, два их каких-то нотариуса, и еще какие-то люди были, ну, я их сейчас не знаю, не помню даже, как по именам. Вот, находился продавец, представитель продавца, мы со своим мужем, и нотариус. После чего, когда приехали Шалин с Машевым, со своими нотариусами, они в грубой форме начали, подходили к нашему нотариусу, выхватывали документы, начали их читать. Это все быстро очень начало происходить, это была какая-то агрессивная форма всего, при подношении общения, я не знаю. И нашему нотариусу, ну, не наш нотариус, он приехал с Кунаева просто проводить сделку, сказали перепечатать быстро договора, что мы начали задавать какие-то вопросы, мы были напуганы, мы начали какие-то вопросы задавать, что случилось. Нам сказали, что дяде Ване участок больше не нужен, он его не собирается у нас покупать. И вот эти 8 миллионов, которые, он дал нам задаток, чтобы мы быстро отдали Шалину. Ну, мы как бы в недоумении передали эти 8 миллионов, мы с собой привезли 360 тысяч долларов, эти 8 миллионов, как раз миллион составляла наша доля, 50%. После этого муж у меня начал говорить, что сделки не будет, раз такие условия пошли, начал пытаться дозвониться до дяди Ване. Представитель продавца тоже напугавшись, она сказала, я тогда не буду проводить сделку, я не хочу в этом участвовать, здесь происходят какие-то непонятные вещи. Начала задавать на вопрос, Елен, вы типа год ходили, вы добивались, а что за люди, что происходит? На что нас Шалин с Имашевым вывели на улицу у меня с мужем и сказали, если сейчас сделку вы сорвете, вы поплатитесь очень многими вещами. Могут там ваши дети домой не прийти, там еще здоровье поправить потом вам придется. Мы были прям напуганы. После чего Андрей позвонил, дозвонился до дяди Вани, и дядя Ваня ему сказал, да ничего страшного, ты на что не обращай внимания, как он в его форме при подношении этого всего было. И сказал, что Андрею дадут сейчас обязательства выплатить нам 31%, продать в течение полугода. Полугода, но уже был не 50 на 50, а у нас уже был 49%. Так как они нам дали 18%, плюс 31% это составляло 49%. На что Андрей спросил, а почему изменились уже какие-то доли вот это все? Ну вот я же тебе деньги занимаю, какие нам деньги никто не занимал, никто нам не дал. Деньги, которые нам обещали заплатить за участок, они просто изъяли этот задаток и все. Участок остался у вас. Участок остался у нас, но он уже не нужен был никому, потому что те продавцы, которые были, они уже не согласились бы ни на эту сумму, ни на другую. После чего мы вынуждены были подписать эти документы. На 18% хотя бы мы были как-то успокоены вот этим обязательством. 31%, что нам продадут. Потом у нас появляются документы, что через буквально 12 августа Имашев Ерлан дает такое же обязательство дяде Ване, также заверенный нотариусом Алтонбасаровым, что он продает 60% уже дяде Ване. Поэтому обязательство должен продать до Нового года. Как бы это сразу было, что нам никто ничего не будет продавать, и мы были просто обмануты, очень сильно напуганы. После того, как была заключена сделка, мы какое-то время сюда приехали, пока вкладывали деньги, буквально неделя, сколько-то дней прошло, покупали плиты сюда, печи, все было очень старое, посуду, какие-то холодильники. Они нас еще как-то на расстоянии держали, молчали. После того, как было все куплено, зона была приведена в порядок, нас просто выгнали отсюда и сказали не запускать. Елена, вот у этих людей есть деньги, они, в принципе, не бедные. Зачем вас было подключать вот для этих 18%, зачем это кино, он мог бы сам выйти на собственника, ну, к примеру, да? Ну, я вам расскажу, что у меня Шалин так и сказал, что без нас бы они эту сделку никогда не сделали, потому что бывший хозяин этого бизнеса никогда бы им не продал ни 100% доли, ни 18%, нисколько, так как они в свое время у него также отжали его бизнес. И услышав, мы нет, мы ничего этого не знали, и услышав, если бы, что это БНовские люди, как Булата Назарбаева, и опять они лезут сюда, он бы ни в коем случае никогда не продал бы его, этот бизнес им. И когда мы ездили извиняться за то, что мы втянули этого человека, хозяина Марина Клаб, в такую ситуацию, да, он был просто в шоке от того, что происходит, и что мы извинились за свои вот эти действия, но уже было поздно. Уже здесь главенствовали рейдеры и делали все, что хотели. Вернемся к суду. Вообще сейчас на какой стадии что происходит? Сейчас мы, наше дело выделено в АФМ, так как никого не поймали по нашему делу, все находятся в розыске, Кудряшова, Шалин, Имашев, Кузнецов, поэтому наше дело выделено в отдельное производство, и мы, наверное, будем ждать, когда этих людей поймают, и мы будем еще, наверное, им платить, потому что они сейчас добиваются того, чтобы опять зайти сюда. Они неоднократно сюда приезжают, угрожают. Мама Имашева Ирлана, Тимирлан, у нас все это есть, подтверждено видеозаписями, которые ведется видеонаблюдение на зону отдыха. Выгоняют сотрудников, говорят, что они хозяева, что нам здесь не место, что мы здесь вообще никто, что они все равно добьются. Идут и подают в суд на нас, что за самоуправство, что мы рейдерским захватом, так же, как они опять говорят нашими словами, что мы захватили зону отдыха, пользуемся их недолей, что они хотят сюда обратно вернуться, так же управлять этим всем и получать доход с 82%. Но я не могу понять, как может быть 82% они могут им управлять, если эта доля является самим составом преступления, которое было в ФМ доказано, что мы по нему потерпевшие. Как эту долю могут сейчас опять передать в управление Ямашевой маме или Ямашевой теремии. 72% вы хотите сейчас судом, чтобы вот сколько вам процентов вернули? Они нам причинили ущерб уже на свои 82% все. Мы хотим, чтобы нам вернули все. То, что они нас забрали и насколько ущерба, они причинили нам ущерб. Это все посчитано, я не могу сейчас вам сказать, озвучить это все. Идет расследование. Начал беспокоить постоянно Ямашев Ерлан, звоняя мне по 10 раз в день, чтобы я приехала к нему на встречу. Мы с ним встретились в офисе от Имбасарова на Альфарабе, в Астана Моторс. Я была со своим сыном. На что мне Ерлан кричал, что я должна ему передать 18% доли в управление на долгий срок его брату. Я ему начала доказывать, что они мне должны по обязательству выплатить хотя бы 31% мой. На что он мне сказал, ничего он продавать не собирается. Я пыталась ему сказать, что Руслан Шалин мне же обещал продать это все, у вас есть обязательства. На что он мне сказал. Это вообще ничего не важно. К Шалину больше не звоните. Ему Булат Назарбаев подавил 50% доли стекольного завода, и у него сейчас другие головные боли, и ваша Марина Клаб вообще ему ни о чем. И я хозяин, и я распоряжаюсь, и я вам ничего продавать не буду. После чего я сказала, что я никаких документов подписывать не буду, ни на какое управление. Но когда мы с сыном выходили, он мне сказал, чтобы я задержалась. Мы на улице его подождали, и он вышел, мне сказал, что никакие 18% ты не получишь, никаких денег, ты все перепишешь на меня. Какие вот, может быть, вот были угрозы, вы говорили, вам, ваши семьи? Мне просто, когда я встретилась с Ивашевым, с Ивашевым Ирланом, мне все-таки вынудил он встретиться с ним, мы с мужем сюда приехали, он мне открыто сказал, все, все закончено, ничего вы не получите, мы тебе даем сейчас 3 дня на то, что ты возьмешь и переоформишь на нас эти проценты, 18 свои оставшиеся. На что я начала отказываться, он мне сказал, даем тебе 3 дня, если ты это все не переоформишь, мы посадим твоего мужа. Так же, как вот я слышала, до сих пор сидит алмазок-бегопаров, и я начала спрашивать, за что вы можете его посадить, мы ничего противозаконного не делаем. На что он мне сказал, выбирай любую статью, какую хочешь, убийства, наркотики, еще что-то. И все, мы были просто напуганы, мы были вынуждены скрываться, мы убежали в деревню к родителям, к Андреям, мы там проживали с детьми, потихоньку возили детей в школу, и сколько это еще может продолжаться, я не знаю, я до сих пор всего этого боюсь, я боюсь этих людей, я боюсь этих угроз постоянно, какие-то машины стоят возле нашего дома всегда. И мы не получаем никаких денег от этого, что мы заложили свое имущество, платим большие проценты. Они, работая здесь полтора года, ни копейки нам не выплатили никогда. И они еще вымогали у нас эти 18%. Если бы мы, я так думаю, что не убежали бы в тот момент, участь бы Андрея моего ждала бы, так же, как Алмаза Абдегопарова. Его просто посадили, и я, не задумываясь, конечно бы даже переписала эти 18%, и было бы так. Уважаемый президент Касым Жумар Кемелевич, я мать семерых детей, обращаюсь к вам, прошу вас о помощи, взять эту ситуацию под свой контроль. То, что происходит у нас на данный момент, выходит за все рамки и лоббируется всеми органами правосудия со всех сторон. Я боюсь за свою семью, я боюсь за своих детей, я боюсь за своего мужа. На этой эмоциональной ноте мы завершим наш сегодняшний разговор. Сегодня мы попытались поговорить с Еленой, услышать все подробности и, наверное, тонкости данной ситуации. Мы надеемся, что суд и правоохранительные органы разберутся, и будет справедливое решение. А нам остается только следить за ходом ситуации.